Фабула сюжета проста. В результате конкурса на реализацию европроекта по утеплению даугупелских школ победителем стала фирма Свенте Холдинг. Последняя, будучи не в силах осуществить подряд собственными мощностями, наняла субподрядчиков, естественно, уже на своих условиях. В сроки генподрядчик хронически не вкладывался, и после многократных предупреждений Дума расторгла договор, предварительно полностью рассчитавшись за выполненную работу. Но по странному стечению обстоятельств, деньги от Свента Холдинг до непосредственных исполнителей так и не дошли. По самым скромным подсчетам, фирмам не заплатили порядка 200 тысяч латв. Формальные предлоги в основном сводились к претензиям по качеству работы. При участии депутата самоуправления Владимира Надеждина потерпевшие добились встречи в мэрии. Народный избранник ситуацию обозначил как крайне противоречивую. Вопрос пока очень сложный. Он сложный и с юридической точки зрения, и, наверное, и с такой моральной, общественной точки зрения. Но его надо решать. Обратилось на практически пять предприятий, которые работают на субподряде, как раз на объектах, на городских школах. И всем им не заплачены определенные суммы, несмотря на то, что городская дума полностью расплатилась с генподрядчиком, то есть с фирмой Свента Холдинг. Должностные лица администрации думы, выслушав ходоков, констатировали, вопрос действительно сложный. Мы выполнили свои обязательства перед генподрядчиком, и юридических претензий к самоуправлению быть не может. Исполнительный директор Андрей Скурсетис, к слову сказать, бывший сотрудник мегагруппы, включающий в себя скандальный Свента Холдинг, дал пояснение с позиции властей. Муниципалитет не имеет права составлять договор трехсторонней цессии, то есть свои отношения гены субподрядчик должны выяснять в суде. Это запрещает те обязательства, которые существуют в освоении еврофондов. Мы обязательно посмотрим юридически, еще раз договора, каким образом действительно можно было бы защитить супподрядчиков. Самоуправление, со своей стороны, не может какие-то пункты вносить с генподрядчиком, чтобы последний рассчитывал? Юридический аспект, пожалуйста, вопрос к юристам. Они обязательно посмотрят еще раз, но существующий договор, который заключен, извините, уже два с половиной года назад, мы поменять не можем. Администрация города в качестве помощи предложила подключить к решению вопроса юристов самоуправления, чтобы совместными усилиями сдвинуть дело с мертвой точки. Пострадавшие в качестве распредложения бросили призыв объединяться перед лицом судебных инстанций, чтобы обозначить масштабы проблем. Член правления фирмы «Анкоплус» Евгений Андреев полагает, при ситуации, когда никто ни за что не отвечает, страдают главным образом простые люди. Эти же деньги не просто сгорели, даже если они были куда-то не по целевому направлены, значит их нужно вернуть, они где-то есть. И у кого, как ни у государственной власти, ни у городской власти есть возможность это сделать, проследить за этим всем, выявить, где там было, может быть, мошенничество, какие-то ошибки и найти ответственных за это. Потому что, понимаете, мы туда пошли работать, то есть местные предприниматели, на эти объекты, зная, что это объекты муниципалитета. И именно так чувствовалось, ну, спокойно, ну, чувствовали люди себя спокойно и более-менее уверенно работая на этих объектах. Потому что мы знали, что Дума это контролирует, это еврофонды, это евроденьги, то есть мы подразумевали, что какой-то контроль должен быть. В течение дня частная проблема стала уже собирательной. Депутат Петерис Дзалбе сообщил, что в таком же положении оказались представители рижской фирмы РРЭ, выполнявшие работы на очередном объекте, софинансируемым еврофондами, в центре Марка Ротко. Пострадавшим не заплатила уже другая даугутовская стройкомпания, Гадеба. После встречи с субподрядчиками депутат заявил, что способы воздействия на неплательщиков у самоуправления имеются, было бы желание. На сегодняшний день есть один законный путь, которым мы будем воспользоваться. Завтра будет подано в Думу заявление об заключениях внутреннего аудита по европейским проектам, что Дума имеет право, и внутренний аудит проверил всю информацию, что подрядчики полностью рассчитались с субподрядчиками за сделанные работы, и тогда только после заключения внутреннего аудита, по идее, может рассчитаться Дума окончательно с генподрядчиком за сделанные работы. Здесь есть одно очень великое опасение, что если на сегодняшний день Дума не найдет подход к субподрядчикам, то, скорее всего, все субподрядчики объединятся и напишут жалобу в Европейскую комиссию о том, что европейские фонды освоены с грубейшими нарушениями, что произошло присвоение денег то ли по сговору, то ли по халатности некоторых чиновников. Другими словами, как пояснил Петерис Залба, если все пойдет именно так, выплаты европейских средств, а это 85% в рамках каждого из проектов, окажутся под большим вопросом. Схема, при которой город платит деньги победителю-генподрядчику, а затем они загадочным образом исчезают, становится уже хрестоматийной. По словам депутата, помочь пострадавшим не только вопрос чести, но и состоятельности властей.